Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Мы продолжаем с вами гулять по Риму. Недалеко от площади Святого Петра и моста Святого Ангела, на пляце де Лоро, прямо на перекрестке с улицей Джулия, во всем своем величии возвышается важная церковь Сан-Джованни Батиста де Фиорентини, которую посвятили покровителю Флоренции, Сан-Джованни Батиста Иоанну Крестителю. Церковь была построена для большой флорентийской общины, проживавшей в этом районе. При поддержке двух великих тосканских пап из семьи Медичи, Льва X и Климента VII. У этой общины был свой суд, свои законы, консул со своим консульством и даже собственная тюрьма. Строительство церкви началось в 1519 году. Среди представленных проектов был проект Микеланджело Рафаэля Бальтасара Перуцца, но понтифик выбрал проект Якуба Сан-Савина. Это был первый папа из семьи Медичи, Лев X. Работы начались в начале XVI века и завершились только в 1734 году, поскольку во время строительства церкви возникли проблемы с прочностью фундамента, так как рядом протекает река Тибр. За время строительства церкви здесь успели поработать Антонио де Сангало-младший, Джакумо де ла Порто, Карло Модерно. В 1614 году Карло Модерно создал купол вытянутой формы, который быстро получил у римлян прозвище «леденец». Большая и кропотливая работа проходила по строительству церкви. Она охватила два столетия. И вот, наконец-то, сейчас мы любуемся этой необыкновенной церковью. А также представьте себе, какое огромное удовольствие получил папа Климент XII. Он официально открыл место поклонения и оставил в качестве памяти надпись со своим именем над главным порталом. Этот папа был тоже родом из Флоренции. Церковь не только величественна и важно возвышается на улице, но и внутри прекрасно украшена. А также поражает не только многочисленными личностями, которые похоронены в церкви, например, Борамини и Модерно, но и особыми реликвиями, хранящимися здесь. Все паломники, которые приходили в Рим, затем со всего Рима стекались именно в этот район, чтобы пройти по мосту и направиться в собор Святого Петра. По этой причине на близлежащих улицах было открыто много ремесленных мастерских и магазинов, например, на улице Коронари, на улице Джугонари и многих других улицах города. Был период, когда в этом районе собирали налог только за то, чтобы войти в эту часть Рима. Здесь получил огромное развитие банк. Давали деньги под проценты, под недвижимость, для открытия магазинов и других нужд. Такое хлебное местечко. И так как Лев X и Климент VII, правившие в первой половине XVI века, были членами семьи Медичи, можно легко понять, что из Флоренции поехали люди, знающие толк торговли. Они жили в этом районе и открывали свои магазины. А флорентийская община всячески поддерживала своих соотечественников. Флорентийская община была очень влиятельной в городе. Были открыты консульства, трибунал, они взяли на себя ведение дел флорентийцев. Своего рода получилось государство в государстве, анклав. Это когда территория одного государства окружена со всех сторон территорией другого государства. Хочется отметить такой интересный факт. Особенно это было в Риме в XV и XVI веке. Если необходимо было узаконить власть, надо было построить церковь. И чем больше, тем лучше. Так начали строительство церкви Сан-Джованни де Фьорентини. И чем больше в ней содержалось реликвий, тем важнее была община. Рим известен тем, что при католической церкви уделяли большое внимание помощи бедным. И флорентийская община, которая состояла только из флорентийцев, проживая в этом районе, посвящали свою жизнь заботе о своих соотечественниках. Теперь вы понимаете, какая могущественная была флорентийская община в Риме. Настолько, что у нее было собственное консульство, свой суд и свои тюрьмы. А все начиналось с небольшой общины, которая помогала бедным, нищим, бездомным и всем нуждающимся людям. Долгое время у них была только одна проблема. У них не было места, где они могли собираться. И они очень часто просто бродили по городу. Пока папа Лев X из семьи Медичи не предоставил общине небольшую церковь у Тибра. Община развивалась. И однажды они решили, что средневековая церковь больше не подходит для их ранга. Так началось строительство новой церкви, посвященной покровителю Флоренции. Церковь символизирует могущество одной из самых важных общин, когда-либо существовавших в Риме. Давайте все-таки заглянем на несколько минут в церковь. Семья Фальканьери заказала скульптурную группу крещения для своей капеллы. Она была заказана скульптору Франческо Мокки. К сожалению, крещение Христова так и не было помещено на главном алтаре. Работа заказчику не понравилась. Две статуи сильно отличались от стандартов того времени из-за высоты скульптуры и одежды. И остались без оплаты в мастерской скульптора. А потом в 1654 году и скульптор умер. Но вскоре на главном алтаре появилась очень похожая скульптурная группа Антонио Раджи, ученика Бернини. Теперь-то понятно, почему заказчику не понравилась эта скульптурная группа. Так как самым знаменитым скульптором того времени все-таки являлся Бернини. И Бернини любыми путями получал заказы для себя и своих учеников. Ох уж этот Бернини везде успевал. Таким образом, после смерти Франческо Моки статуи были заброшены в его мастерской. А потом долгое время скитались по городу, чередуя минуты славы с долгими годами забвения. Даже несмотря на большие размеры, их сначала перевезли на Виа Джулио в Палаце Фальканьери, затем на Понте Мильвио, а потом в Палацу Браски на площадь Навона. В феврале 2016 года скульптуры через 400 лет после их создания были привезены в ту церковь, для которой и были созданы. Святой Иоанн Креститель Франческо Моки очень худой, с сумкой на плече. Его одежда – это единственный кусок ткани. Он крестит Иисуса, который смиренно преклоняется перед своим двоюродным братом. Вы только всмотритесь в детали этой скульптурной группы. Когда скульптурную группу перевезли в церковь, и люди увидели и оценили ее, спустя 400 лет слава к скульптору все-таки пришла, пусть даже запоздалая. Главный алтарь и крипту под алтарем спроектировал Барамини. Алтарь посвящен Иоанну Крестителю. Скульптурная группа была выполнена Антонио Раджи. С точки зрения положения фигур, эти две скульптурные группы очень сильно похожи между собой. Скульптура Антонио Раджи – мускулистые и приодетые. В XVI веке флорентиец Пауло Фальканьери приехал в Рим. Как и многие флорентийцы, проживавшие в Риме, Фальканьери поселился на улице Джулия. В те годы медленно строилась церковь. В середине XVII века Раджио Фальканьери, сын Пауло, попросил архитектора Франческо Барамини спроектировать семейный склеп, поместив его под главным алтарем. Барамини принял заказ, и его работа снова всех удивила. Когда мы поднимаемся к главному алтарю, входа в склеп не видно. Если вы переместитесь вправо от главного алтаря, вы заметите отверстие в стене. Оттуда мы и спускаемся вниз по винтовой лестнице, на которой Барамини сделал два овальных иллюминатора для освещения подземных помещений. Вот один иллюминатор, и там с другой стороны будет второй. Субтитры делал DimaTorzok Слева от главного алтаря в стене есть ярко освещенная ниша, где за стеклом выставлена драгоценная реликвия с частью мощей. Ее в народе называют стопой Марии Магдалины. Мария Магдалина была свидетельницей распятия и погребения Иисуса, а также первая пришла к гробу, где произошло воскрешение Иисуса, и была первой свидетельницей, возвещающей о воскрешении Иисуса. Первоначально святая реликвия Марии Магдалины находилась в Риме у моста, который сейчас мы называем мостом Святого Ангела, в одной из двух капелл, построенных в 1450 году. Паломники поклонялись святой реликвии, а потом шли в церковь, посвященную святому апостолу Петру. В 1530-х годах, когда расширяли и укрепляли мост, капеллы были снесены, а на их месте поставлены в культуру святых апостолов Петра и Павла. В это же время мощи Марии Магдалины были перенесены в эту церковь. Серебряная форма стопы была создана неизвестным автором в XVII веке. Внутри стопы находится реликвия. А вот подставка из позолоченной бронзы, изготовлена известным итальянским скульптором и ювелиром эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Во время правления императора Тиберия, который управлял римским государством, Иисус Христос проповедовал, творил чудеса, принял смерть, воскрес и вознесся на небеса. Ученики Иисуса ходили по миру и рассказывали про Него. Мария Магдалина, первая увидевшая воскресшего Христа, отправилась с проповедью в Италию. Она хотела сообщить Тиберию о событиях, которые произошли в Иерусалиме. Мария Магдалина явилась к императору Тиберию и рассказала ему о жизни, чудесах и учении Христа и о его неправильном осуждении. Император усомнился в чуде воскрешения и попросил доказательств. Тогда она протянула императору яйцо и сказала «Иисус воскрес». При этих словах белое яйцо стало ярко-красным. Мария объяснила, что яйцо символизирует воскрешение Иисуса Христа и зарождение новой жизни. Красный же цвет яйца напоминает о крови Иисуса, пролитой ради спасения людей. Так появился обычай в день светлого воскрешения Христа красить и дарить пасхальные яйца. Еще в этой церкви меня восхищают плачущие ангелы, помещенные над погребальным памятником. Это работа Дю Кюноа, еще одного великого мастера барокко. Мадонна с младенцем, работа Филиппино Липпи. Пока я была в церкви, шел сильный проливной дождь. Сейчас я иду по улице Джулия, на которой стоят на первый взгляд неприметные здания. И мало кто из вас догадывается, что переступив порог одного из таких зданий, можно попасть в живописный сундук с сокровищами редкой красоты. Пойдемте, я покажу вам эту красоту. Снаружи оратория Гонфалоне с ее простым фасадом не позволяет представить себе чудо, скрытое внутри. Оратория датируется серединой XVI века. Она была построена на остатках церкви Санта-Лучия-Векия. Оратория представляет собой настоящий живописный сундук с сокровищами редкой красоты, где в единственном нефе спрятан цикл фресок, связанных со страстями христовыми. Это настоящий шедевр. Нисколько не преувеличивая, ораторию можно назвать маленькой сикстинской капеллой. История церкви тесно связана с историей братства, одного из самых известных в городе Пап, происхождение которого восходит к Средневековью. Папа Климент IV в 1267 году официально признал братство, которое помогало заключенным в тюрьмах. Популярность братства Гонфалоне росла. Гонфалон означает флаг или знамя, и напоминает тот факт, что братство несло флаг Папу в процессиях, чтобы подтвердить суверенитет над Римом, подтвердить папский суверенитет над Римом, несмотря на вынужденное пребывание в Авиньоне. Великолепный деревянный потолок – это работа Амброджо Бонацени. Мы видим Деву Марию между святым Петром и Павлом. Здесь взор буквально восхищен триумфом редкой красоты, полностью посвященным страстям Христовым. Первоначальный декоративный проект был поручен кардиналам Александру Форнезе, чей герб мы тоже видим на потолке, Якуба Зангвиди из Пармы. Однако вскоре он был вынужден покинуть ораторию, чтобы поехать в Капроролу и работать там над украшением семейного дворца Форнезе. У меня на канале есть видео оттуда. Когда художник уехал, по сути, это стало преимуществом того, что с этого момента несколько художников по очереди работали над росписью оратории. Каждый из них поставил свою подпись, свой собственный стиль, но все это с большим уважением к однородности всего цикла фресок. Цикл фресок состоит из 12 панелей, изображающих эпизоды от входа в Ярусалим до воскрешения Христа. Чтобы последовательно рассмотреть фрески, надо повернуться спиной к алтарю и начинать рассматривать их слева направо. Вход Иисуса в Ярусалим – это единственная фреска, которую успел создать Якуб Азангуиди. Здесь мы также видим пророка Захария и эритрейскую Севиллу. Затем следует следующая сцена – «Тайная вечеря». Работа Ливия Агрести из Форли. Следующий эпизод – «Молитва Иисуса в саду». Этот сюжет рассказывает нам историю пленения Христа. Можно сказать, что это одна из самых запоминающихся панелей всего цикла. В верхнем правом углу можно увидеть полумесяц, пробивающийся сквозь плотные серые облака. Понимаете, в чем смысл? После взятия Иисуса под стражу в саду, он был отведен на суд Каяфи. На этой стене в центре мы видим изображение Марии и два эпизода из страстей Христовых – бичевания Христа и коронования терновым венцом. Фреска «Бичевание Христа». Она была написана в 1573 году. Это единственная фреска в оратории с датой, написанной на фреске. Автором является Федерико Дзуккари. Художник, который прославился не только в Риме, но и в великолепном соборе Орвието. У меня на канале есть видео оттуда. Коронование Иисуса терновым венцом. Переходим к рассмотрению фресок на правую стену. Первая из пяти панелей, украшающая правую стену, воспроизводит эпизод «Встречу Иисуса Христа и Понтия Пилата». Над фреской работал Чезарь Небиа, один из самых молодых художников всего цикла. Он также написал «Пророка и Севиллу наверху». Сцена «Восхождение на Гольгофу». Автором этой фрески является Ливио Агрести. Затем следует и сцена «Восхождение на Гольгофу». Эта фреска была написана художником Гвидонио Гуэльфи, учеником Агрести. Заступающий Движ. Фрески на тему о страстях Христовых завершаются двумя последними эпизодами – снятие с креста и воскрешение. Зимой и осенью в оратории проводят музыкальные вечера. Здесь звучит классическая музыка. Я сейчас разрабатываю новый маршрут по Риму и думаю, что в этот маршрут я обязательно включу ораторию. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели видео до конца, за ваши лайки, комментарии. Спасибо всем, кто делится видео с друзьями. И обязательно приезжайте в Рим, чтобы увидеть своими глазами эту красоту. До новых видео, друзья! По вопросам экскурсий по Риму пишите на электронную почту или в Инстаграм, или Телеграм. Я там под ником Тати Рома, путеводитель по Риму. Дорогие друзья, не спешите выключать видео, досмотрите все-таки его до конца. Там еще в конце видео будут римские дворики. Дорогие друзья, не спешите выключить. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...